Связка. Наряду с двойным ударом к наиболее распространенным на практике тактическим приемам относится и связка. Что же это такое? Под связкой имеется в виду нападение линейной фигуры, ферзя, ладьи, слона, на фигуру или пешку неприятеля, которая прикрывает собой другую фигуру, обычно более ценную, или какой-либо важный пункт. Таким образом, механизм связки состоит, как правило, из трех фигур. Связывающий, в данном случае это белый ферзь, связанный, заслоняющий, у нас это ладья, и прикрываемый, в примере это король. Причем две последние, связанная и прикрываемая, обязательно принадлежат к одной из сторон. Если связанная фигура прикрывает собой какое-либо важное поле, то в таком случае в связке участвуют лишь две фигуры. Различают два типа связки, полную и неполную, частичную. Когда прикрываемая фигура, король, как в нашем примере, связка называется полной. При этом, если связанная фигура, у нас ладья, не может сделать ни одного хода, такая связка считается абсолютно полной. Познакомимся на примерах с различными видами связок. Этот пример демонстрирует абсолютно полную связку. Связывающей фигурой здесь является белый ферзь. Связанный, черный слон. Прикрываемый, черный король. Черный слон не может сделать ни одного хода, чтобы не открыть короля. Ход белых. Ферзь идет на поле А8. С таким же успехом он мог бы пойти на любое поле восьмой горизонтали. Ходить может только король. У него единственный ход на А7. Белый ферзь идет на поле А1 и объявляет мат черным. Еще пример. Здесь также показана абсолютно полная связка. Связывающая фигура уже не ферзь, а черная ладья. Белый слон, прикрываемая белый король. И слон не может сделать ни одного хода, чтобы не открыть короля. Ход белых. Король идет на поле А2. Черный король делает ход на поле Ф2 и ограничивает перемещение белого короля вертикалью А. Белый слон Ж2 на А3, угрожая черной ладье на Ж4. Ладья делает ход на А4. Слон не может сдвинуться с места, а у черного короля есть единственный ход на А1. Черная ладья бьет белого слона на А3 и объявляет мат белым. Рассмотрим пример относительно полной связки. Такая связка имеет место, когда заслоняющая короля фигура имеет возможность двигаться по линии связки. Смотрите, здесь ферзь Ж2 является связанной, заслоняющей фигурой. Он не может двигаться ни по вертикали Ж, ни по второй горизонтали, ни по диагонали Ф1, Х3, поскольку король окажется открыт. Но он имеет ход по линии связки. Ход белых. Белый ферзь может побить черного ферзя Ф3, и у белых будет решающее преимущество. А если белый сделает ход пешкой на Х3, то черный ферзь собьет белого ферзя, но сам будет битый белым королем. Положение противников будет равное. Из этого примера можно сделать вывод, что ферзь никогда не бывает абсолютно связан. А на этой диаграмме очень оригинальный пример относительно полной взаимной связки. Белые и черные ладьи являются одновременно связывающими и связанными фигурами по отношению друг к другу. На этой диаграмме вы видите пример неполной частичной связки. Конь прикрывает собой более ценную фигуру, ладью. Но при желании играющего белыми, все же возможны ходы, связанным конем. Например, если черный сделает ход слоном H5 на G6, то конь B2 оказывается под ударом. Если он уйдет, то гибнет ладья А1. А если конь не уйдет, последствия будут еще хуже. А в этом примере черный конь, хотя и не прикрывает собой более ценные фигуры, тем не менее связан, так как заслоняет важное поле B8. Это поле необходимо черному королю для возможности хода. А в этом примере белые осуществили сложную связку по диагонали H5-E8. На линию атаки их слона попали три черные фигуры. Конь, ферзь, король. Конь пока связан частично. При желании он может покинуть поле G6. Например, если белые сделают ход ладьей H3 на G3, коню лучше уйти. Но тогда под связкой окажется ферзь. В случае ухода ферзя с поля H7 под абсолютно полную связку попадает конь.